Чтобы украсить мир, нужна женщина. А чтобы его сберечь, необходим мужчина. Новая традиция зародилась сегодня в истории современной Беларуси. Женский праздник, как символ наступающей весны и пробуждения, дополнился атмосферой рыцарства. Ведь, как отметил президент, для каждого человека важны материнская любовь, забота и внимание. А для настоящих мужчин главное обеспечить их спокойствие. Во дворец независимости сегодня пригласили лучших представителей страны и тех, кто, неся нелегкую службу, защищает ее интересы. Чтобы на высоком уровне поздравить и вручить заслуженные награды. Лучшим из самых прекрасных и самых сильных. Словно неделимое понятие жизненной сути, красота и мужество, воспетые поэтами и художниками. Слова благодарности сегодня звучали за доброту и нежность, стойкость и выдержку, преданность делу и заслужение Родине. От динамидали украсили праздничные наряды и парадные мундиры, как символ признания заслуг. О самой теплой церемонии в канун самого нежного праздника весны Илона Красуцкая. Это стало доброй весенней традицией. В начале марта глава государства неизменно приглашает выдающихся белорусок во дворец независимости. Но сегодня, можно сказать, зародилась новая традиция. Одновременно торжество посвящено мужеству и красоте. Оба праздника, 23 февраля и 8 марта, объединили в одно мероприятие. Александр Лукашенко чествует тех, чьё призвание украшать мир и тех, кто должен его защищать. Но обо всём по порядку. Сначала расскажем о приглашённых. Тех, кто только задумывается о большой семье, обычно восхищает пример Марины Кремис. В её доме слово «мама» в разнобой звучит пятью детскими голосами. Многодетная мама заботится о здоровье не только своих малышей. Она участковый врач-педиатр. Именно материнство приобщило и к общественной работе. В семье родился солнечный ребёнок. Мальчику требовалась особая забота. Сейчас Захару пять. Он активный и очень любознательный малыш. Для меня материнство, наверное, это чудо какое-то. С Ангелиной разговаривали, она говорит, почему у нас в семье пятеро детей? А я говорю, ну, каждый из вас – это подарок для нас. Вот у нас столько подарков. У меня мама самая хорошая, самая красивая. И очень вкусно готовит. Я хочу, чтобы у каждого ребёнка была такая мама. А вот Инна Винник заботится о двадцати, и каждый как родной. В класс Новской средней школы в качестве педагога вошла, будучи студенткой, пятого курса пединститута. В профессии более двадцати лет, и каждый урок – маленькое открытие для учеников. Инна Винник – автор собственных методик. Свыше двухсот дипломов языковых олимпиад, международных конференций, конкурсов исследовательских работ. Таков результат совместного труда педагога и школьников. Я всегда своим ученикам говорю, что то, как вы пишете, увидит не каждое. То, как вы говорите, вот это увидят все. И в нашей жизни сейчас очень мало профессий, которые не связаны с общением, с ситуациями коммуникации. И поэтому я стараюсь, чтобы дети говорили. Успешные и красивые женщины сегодня приглашены во Дворец независимости. Многие из них – многодетные мамы, умножили своё счастье на 5 и 6. За это удостоены высшие награды – Ордена Матери. Мамы, домохозяйки, врачи, педагоги, олимпийские чемпионки. Рядом с ними сегодня надёжный тыл – люди, чьё призвание Родину защищать. Они также удостоены высоких званий. Сначала, чтобы снять волнение и осмотреться, экскурсия по символу белорусской государственности. Презентация проекта авторства Андрея и Ольги Смоляк – ожившие картины. На полотнах изображены известные белорусские. Они нашли себя в политике, спорте, искусстве. А рядом выставка костюмных кукол – символично тоже семейного дуэта – Николая и Елены Байрачных. Наша золотая девушка Анна Гуськова сегодня была сама, как экспонат. Каждый хотел с ней сфотографироваться, взять автограф и сказать хоть пару слов благодарности о том, как болели и переживали. Закономерно, для журналистов это лучшая возможность из первых уст узнать, что дальше, какие спортивные планы и легко ли справляться с обрушившейся медийностью. Пока я конкретно ничего такого сказать не могу. Это, конечно, все обсуждается с тренировским составом, как у нас там будет с тренировками дальше. Но то, что я буду дальше тренироваться, это обязательно готовиться на Китай, это точно. Пока свободного времени, к сожалению, нет, потому что, ну, все-таки встреча с прессой – это обязательно, это интересно. Поэтому пока время только на это уходит. Более медийное стало, наверное, скорее. Ну, а так и не скажу пока, что что-то изменилось конкретно, потому что, наверное, еще в себя толком не пришло, что происходит. Тем более, сегодня такая важная встреча с президентом – это тоже многого стоит. Буквально через год Дух Победы соревнование будет царить в Минске во время Евроолимпиады. Вторые европейские игры уже активно меняют облик города, инфраструктуру. Строятся новые арены, гостиницы, идет набор в команду волонтеров. Немало забот будет и у таможенной службы. Ведомство Николай Свирид пришел как раз перед летней Московской Олимпиадой 80-го года, а спустя четверть века дослужился до зампредседателя таможенного комитета. В 90-е на его глазах формировалась таможенная служба независимой Беларуси. Тогда о работе информационных технологий не шло и речи. Сегодня большинство процессов на границе автоматизировано. Если в 90-е пропускная способность составляла 3000 автомобилей в сутки, то сегодня около 30-ти. И это не предел. В преддверии европейских игр у ведомства грандиозные планы. Мы планируем модернизировать такие пункты пропуска, как Мурбаны, это Витебская область, Каменный лог, это Грудинская область, Брузги-2 тоже Грудинская область. В нем только пункт на пропуск, в частности, Каменный лог будет частично модернизировано. Но модернизация будет заключаться, или цель модернизации будет являться именно увеличение пропускной способности. А вот Надежда Пальчинская отвечает за продовольственную безопасность. 30 лет назад пришла на предприятие молодым специалистом-химиком. Тогда на консервном заводе и слов-то таких, как инновационный продукт, в обиходе не было. А рынки сбыта ограничивались соседними регионами. С тех пор прошла все ступеньки карьерной лестницы. Как руководитель приняла нерентабельное производство, в будущее которого не верил ни коллектив, ни потребитель. Сегодня соки, детское пюре, овощи, вакууми и склецко ждут не только в белорусских торговых сетях. Россия, Германия, Франция, Израиль. Первый контейнер с продукцией отправился в США. Стараемся работать сами, работать так, чтобы, как я говорила, именно искать продукцию, поставлять на экспорт, для того, чтобы работать практически с колес, не работать на склад. Ну и это основа. Ну а, конечно, естественно, это и заработная плата людей, которая растет. Это постоянный коллектив, который, в общем-то, понимает, что здесь всегда будет работа и зарплата. На их хрупких плечах зачастую груз неженских забот. Сегодня среди таких же сильных и трудолюбивых. За несколько минут до торжественного момента есть еще возможность оглянуться и вспомнить, сколько трудностей уже в прошлом и сколько счастья в настоящем. В знаковый день принимают поздравления от главы государства. Именно женская нежность и ранимость пробуждают в нас благородное чувство и стремление беречь и оберегать. Призвание женщины украшать мир. Призвание же мужчины защищать этот мир и женщину, без которой, как я уже сказал, мир невозможен. Я всегда говорил и сегодня, повторю, белорусские женщины самые лучшие и самые красивые, умеющие удивительным образом сочетать в себе силу характера и необыкновенную женственность. Многие из вас достигают больших высот, скажу, как есть иногда даже абсолютно в неженских профессиях. Особенно это зримо проявилось в спорте. А какой подвиг ежедневно совершают матери, особенно многодетные, на их плечах не меньшая физическая и эмоциональная нагрузка, а также огромнейшая ответственность за будущее своих детей, за будущее наших граждан. Они спасают жизни, заботятся о нашей безопасности, становятся олимпийскими чемпионками. Казалось, нередко дают комментарии на камеру, но почему-то сегодня голос дрожал. Анна Гуськова признается, даже перед прыжком на Олимпийских играх волновалась куда меньше, чем во Дворце независимости. Разрешите сказать вам огромные слова благодарности за указанную вами поддержку нашей команды и родной Беларуси в 23-х зимних Олимпийских играх в Республике Корея. Мы благодарны всей стране за моральную поддержку, на Олимпийских играх, на стартах Кореи, которую чувствовал каждый из нас. Спасибо большое. Несмотря на погоду, эти дни все равно самые теплые, когда каждая женщина королева, а мужчина галантный джентльмен. Среди хлопот по дому и заботе о детях, особенно дамы зачастую жертвуют личным временем, но именно равных с мужчинами все же удается реализовать себя в профессии. И вот сегодняшняя церемония в Дворце независимости – такой хороший повод не спеша поговорить о своем, о женском. Цветы – лучшие слова, поздравления и благодарность от главы государства. Да и вовсе на откровение и комплименты президент не скупился. Женщин благодарил за вклад и ту роль, которая каждая играет в здравоохранении, экономике, промышленности, а мужчин – за мужество. Я часто восхищаюсь, вручая эти ордена вами. Иногда смотришь на вас и думаешь, ты вообще замужем, а не то, что родила ты Петерихий или нет. Как рождение нового ребенка одухотворяет и омолаживает женщину. Вам впору участвуют конкурсы в предстоящем Мисс Беларусь. За вашу красоту, за то, что вы дарите нам будущее. Без детей будущего не может быть ни у одного человека, тем более ни у одного государства. Ну а мы с мужиками, особенно с новыми генералами, это редкость в нашей стране, их немного совсем, постараемся защитить ваш мир, ваш покой, и ваши детей, пока они не вырастут до генерала. Счастья и успехов вам всем! А после официальной части еще одно новшество. В зале торжественных церемоний, где проходят самые знаковые государственные мероприятия, встречи лидеров, инаугурация президента, отчествования олимпийцев, впервые прием от имени главы государства. Поздравления и комплименты, даже если они звучат каждую минуту, устать от этого невозможно. Самый лучший день, чтобы сказать впервые или повторить слова любви, признательности, особенно тем, кто рядом, сказать спасибо за бытовые подвиги, подарки, внимание и сюрпризы. Большой отпечаток моей жизни ставит это незабываемое зрелище. Мы общаемся с мамой, говорю, у меня вот как во сне это все, понимаете, как будто это не со мной. Действительно, как в сказке про золушку побывали, вот в таком дворце прекрасном. Самое, знаете, очень посчастливилось, наверное, что вот все-таки этот орден, который вот, орден матери, наградил сам президент. Это, наверное, самая большая заслуга в моей жизни. Для любой женщины очень приятно в преддверии такого праздника попасть в этот необыкновенный, я бы даже сказала, замок, вот этот президентский дворец. Младшая дочь говорила мне, мамочка, обязательно все сфотографируй. Я все сделала, все сфотографировала, чтобы ей было приятно показать, как здесь. Вот. Очень душевная атмосфера. Я получила большое удовольствие. Во-первых, это очень трепетно, получить награду от самого президента и ощутить, что твоя работа, твой труд, он оценен по достоинству. И ты понимаешь, что можно идти дальше, можно работать, можно совершенствоваться, развиваться и достигать новых вершин. И даже накануне женского праздника гости все равно говорили о мужчинах. Расчувствовавшись, признавались, без их поддержки вряд ли добились бы таких высот. Бокал шампанского, а после по привычным делам. Ордена медали сегодня украшают платья и мундиры. А завтра обязательно займут видное место в рабочих и домашних интерьерах. Станут добрым напоминанием об этих весенних днях. Илона Красудская, Ольга Масловская, Владимир Королев, Александр Горбачев и Дмитрий Горкуша. Агентстватель новостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...